Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Республика Дагестан, популяционный раковый регистр, это вступление. Республика Дагестан, это самый южный округ, южная административная часть Российской Федерации. Составляет площадь 53 тысяч квадратных километров. Население на сегодняшний день уже более трех миллионов. В августе у нас было событие, родился трех миллионов жителей, поэтому население сейчас более трех миллионов. Ну, значит, видите, высота до трех тысяч метров, начиная от уровня моря. Так, ну, источники регистрации, ну, это стандартные. На бумажных носителях, которые вводятся у нас, эти данные. Значит, то, что касается... Я хочу небольшое отступление сделать. Значит, республики у нас всего 63 медорганизации, это 53 района и 10 городов, из которых Махачкалан, столица, значит, около миллиона. Все онкологи ежемесячно по, согласно разработанным индикаторам по онкологии, которых у нас 12, сдают ежемесячные отчеты в онкодиспансере. Значит, мы делаем свод этих индикаторов и предоставляем данные Минздрав. Так, ну, канцер регистра у нас разработчик Московский научный институт Герцена. Так, ну, что-то, ну, вот, не идет. Еще раз. Так, ну, значит, у нас ежегодно на учет берется по нарастающей, ежегодный пророст онкобольных составляет где-то 100-150 человек. Значит, за 14 год на учет было взято первые 4222 больных. На первом месте у нас молочная железа, на втором месте заболевание легкого, кожа и желудок. Но ежегодно у нас с переменным успехом на первое место выходят то молочная железа, то легкая. Пока, сейчас, на данный момент молочная железа. По смертности, значит, у нас на первом месте рак легкого, на втором месте рак желудка, на третьем месте рак ободочной кишки. Это то, что касается смертности. Ну, какие у нас затруднения при учете канцер-регистра? Значит, затруднения у нас двух типов. Это первое, технический сбой, который дает программа, так как она с 2002 года, естественно, она периодически дает сбой и приходится постоянно вызывать нам программиста, чтобы восстанавливать эти данные. Значит, и вторая проблема – это то, что источники информации, которые мы получаем со всех медицинских организаций, там не совсем качественно бывают заполненные извещения и контрольные карты в ИПИСКе. Вот такие у нас проблемы. Значит, то, что касается вопроса смертности, проблем со смертностью у нас нет, так как, значит, имеется доступ к регистру, регистру базы данных смертности, который ежеквартально я получаю в электронном варианте. И эти данные у меня есть возможность сравнивать с данными, которые дают мне во время отчета онкологи и делать соответствующий анализ. По учету и, значит, анализу данных по смертности проблем нету. Эта проблема решена. Так, ну, в общем, по-моему, все. Большое спасибо. Вопросы? Вопросы? Можно объяснить? Да. Спасибо большое. Я хотела бы тоже задать такой же вопрос, как и предыдущим. А есть ли внутри республиканская какая-то информационная система, объединяющая все медицинские организации, то, что было вот в том вот нацпроекте информатизации? Ну, такой системы, к сожалению, у нас нет. Так как у нас онкодиспансер, к сожалению, коллеги с Липецкой я позавидовал, на 3 миллиона они имеют 485 коек. У нас диспансер всего на 200 коек. И поликлиника всего на 50 посещений. Поэтому, представляете, на 3 миллиона что это такое. Но, тем не менее, у нас канцер-регистр работает с 2002 года. Значит, у нас информация, которая вводится к канцер-регистр, предварительно, предварительно, у нас имеется в онкодиспансере, в метод-кабинете 63 журнала по каждому району. По каждому району. Все бумажные данные, которые там поступают со всех медорганизаций, заносятся в эти журналы. Вручную все перепроверяется. Только после этого даются операторам для занесения в канцер-регистр. То есть, непроверенная информация в канцер-регистр у нас не попадает. А объединяющей системы у нас, к сожалению, нет. И вся эта информация с канцер-регистр, она, в принципе, выдает нам 35-ю и 7-ю форму. Там проблем нет. Единственная проблема технического характера, то, что возникает. Спасибо. Еще вопросы? У Нати. Скажите, пожалуйста, как у вас организирано обучение специалистов, которые работают в раковом регистре? Ну, специалисты, которые работают на канцер-регистре, там проблем, я скажу, у меня нет. Почему? Потому что я сам, в принципе, работаю на этой должности недавно, где-то больше, чуть больше года. Вот. Эти люди, которые работают более 15 лет, проблем с людьми, которые занимаются канцер-регистром, там в плане обучения нет. Они очень опытные, очень ответственные, добросовестные люди. Вот. Ну, проблема, как я сказал, в той информации, которую мы получаем в смесь, она не совсем бывает всегда в более полном объеме. Вот. Чисто вот такого характера. А сами специалисты, которые работают на канцер-регистре, они довольно опытные. Продолжение следует...